МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шесть выстрелов почти в упор. В Когалыми охранник расстрелял посетителей сауны. Не понравилась песня, а в Сургуте уличного музыканта избили металлической цепью, и мошенники не дремлют. За один день угорчане перевели дистанционным преступникам 2 миллиона рублей. Здравствуйте, в эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут о самых заметных ЧП в Сургуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. В Когалыми охранник расстрелял посетителей сауны. Сотрудник ЧОП произвел, по некоторым данным, порядка шести выстрелов в двух мужчин. В окружном управлении МВД сообщили, что охрану вызвали работники заведения. Причиной для использования тревожной кнопки стал громкий конфликт, который возник между посетителями и их спутницей. Напали молодые люди и на приехавших сотрудников ЧОП. Именно это и стало причиной применения оружия. В социальных сетях было опубликовано видео с камер наблюдения досугового заведения. На записи видно произошедшую потасовку, а также слышно, как охранники просят работников сауны вызвать полицию. На данный момент правоохранительные органы разбираются, кто и какую ответственность понесет за произошедшее. Мужчины набросились на сотрудника и попытались завладеть табельным оружием. После этого сотрудничок применил оружие. В результате применения табельного оружия мужчины 1995 и 1922 года рождения получили однестрельное ранение и были достаны в Казахстанскую городскую больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается опрос возбуждения уголовного дела. До четырех лет тюрьмы в Саргутский городской суд поступили материалы резонансного уголовного дела против женщины, чьи дети погибли в страшном пожаре. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии сыщиков, мать ненадлежащим образом выполняла свои обязательства по воспитанию. Местом для постоянного проживания она выбрала дом в дачном кооперативе здоровья. Постройка фактически являлась непригодной для круглогодичного пребывания, говорится в релизе суда. Утром 11 марта женщина ушла на работу пятилетнего сына и восьмилетнюю дочь. Она оставила без присмотра, а дверь закрыла на навесной замок. Короткое замыкание привело к пожару. В ближайшие дни будет назначена дата первого заседания. Подсудимый грозит до четырех лет лишения свободы. Мне понравилась песня. В Сургуте в сквере молодежном несколько человек жестоко избили уличного музыканта Владислава Жинжеру. Об этом в соцсетях рассказала супруга мужчины. Она поведала, что вечером в понедельник к гитаристу подошла компания подвыпивших молодых людей. Одному из них не понравилась песня, которую исполнял Сургутянин. Словесная перепалка обернулась дракой. Музыканты били металлической цепью. После этого обидчик и его друзья скрылись. Пострадавшего доставили в больницу. Он проходит курс лечения. Нападавших ищут. Силовики проводят проверку. В Сургуте на улице Островского в ДТП пострадал водитель электроскутера. Авария произошла около половины девятого вечера во вторник. По предварительной информации с места, мужчина не справился с управлением. Подпрыгнув на лежачем полицейском, байкер не удержал машину и упал. Мопед проехал еще несколько метров и ударился об колесо, проезжавшее мимо иномарки. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Группа дознания ГИБДД разбирается в обстоятельствах мужчину, управлявшего скутером, госпитализировала в травматологическую больницу бригады медиков. Полицейские из Сургута и Сургутского района нашли в лесу потерявшегося мужчину. 55-летний житель города позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу, сам и сообщил, что не может найти путь домой. По телефону ему удалось объяснить сотрудникам свое примерное местоположение. По словам мужчины, он находился в лесу между Сургутом и Белым Яром. Пострадавший постоянно повторял, что очень замерз и плохо себя чувствует. Прежде чем мобильный мужчина разрядился, полицейские связались с ним по видеосвязи и отследили геолокацию. Оказалось, что Сургутянин находится в районе 54-го километра от трассы на Лентор. Его нашли, доставили в отделение полиции, связались с родственниками. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Двое вортовчан купились на необычайно дешевые авиабилеты и стали жертвами мошенников. 42-летняя жительница искала вариант, как наиболее выгодно съездить в Тюмени. На одном из сайтов ей подвернулось предложение приобрести посадочный талон за 3800 рублей. Введя данные банковской карты, Югорчанка нажала на кнопку «Оплатить». Деньги списались, а билеты так и не пришли. Вскоре интернет-портал исчез из виртуальной паутины. Аналогичный случай произошел и с мужчиной. Он собирался в Уфу, ввел свои данные на одну из веб-страниц и потерял чуть более 3500 рублей. А 54-летний житель Югорска планировал путешествие в Екатеринбург. Выбрав нужный маршрут на одном из сайтов, он попытался оплатить бронирование. Однако операция, как гласила надпись в окне браузера, не проходила. Клиент пять раз повторил одни и те же действия. Билет оформить не смог, но после каждой из попыток с его счета списывались по 2000 рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Билет не пришел, но высветилось окошко, что деньги были переведены на карту Киева. И сразу же это окошко исчезло. Банк обращался, банк до 19-го числа рассматривал мое сообщение, но они уже рассмотрели, они распределили все платежи, которые... Ну, то есть все равно на комиссии, за билеты, за услуги другого банка, кто с другим банком работал. Все это они и возместили. А само стоимость посоветовали обратиться в милицию. За одни только сутки 14 июля жители Югры пополнили кошельки аферистов почти на 2 миллиона рублей. Зарегистрировано 12 фактов мошенничеств и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. В Урае 47-летняя женщина попалась на уловку мнимого сотрудника Следственного комитета. Под предлогом аннулирования кредитного договора, который кто-то взял, якобы, на имя югорчанки, жертву убедили взять реальный заим. 303 тысячи рублей после этого отправились на указанный аферистами счет. Другие псевдосотрудники силовых структур по той же схеме оставили жителя Нягани без накоплений. Мужчина отдал мошенникам 125 тысяч рублей. В полиции автономного округа отмечают, что большинство из числа тех, кто попался на удочку мошенников, неоднократно слышали о способах обмана. Со всеми из них беседовали полицейские, просили быть бдительными. Однако в реальности никто из пострадавших не задумывался о том, что именно он может стать жертвой дистанционного преступления. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин